Пенсионерка Ольга Ивановна Ефимова на своем приусадебном участке выращивает овощи, ягоды и лекарственные травы. Всю эту продукцию она не только использует для своей семьи, но и реализует на рынке. Для нее это хорошая прибавка к пенсии. У меня есть малина, у меня есть крыжовник, у меня есть цветы, потом у меня есть там разные лекарственные травы, которые мне помогают. Мне уже под 80, а вот у меня травы мне помогают жить без таблеток, без лекарств. Бабушки и дедушки, сидящие на картонных коробках вдоль дорог и продающие овощи, грибы и ягоды, эта картина ушла в прошлое. В Одинцовском городском округе созданы все условия для физических лиц, которые имеют личные подсобные хозяйства и готовы реализовывать свою продукцию. Места предоставляются на рынках бесплатно для предпринимателей с личным подсобным хозяйством. Эти места есть не только в городе Одинцово, они есть и также в других поселениях, есть в Жаворонков, Голицыно, пользуются спросом. На мини-базаре представлено все от рассады цветочных культур до грибов из смоленских лесов. Павел Кондратский не удержался и тоже приобрел у бабушек белых красавцев. Продукты, которые с личного пособного хозяйства, мы сами знаем, что они всегда вкуснее, с бабушкиного огорода, они всегда вкуснее, лучше и более сочные. Одинцовское подворье представляет место бабушкам и дедушкам на льготных условиях. Все оборудование бесплатно, да и торговая площадка расположена в самом проходимом месте. Все это помогает пенсионерам быстро реализовывать свою продукцию. У нас самое главное условие, что здесь свою продукцию с личного пособного хозяйства могут арендовать именно только пенсионеры, которые проживают в Одинцовском городском округе. Здесь для них оборудованы торговые места, столы, соответственно происходит ежедневная уборка, конечно, охрана, освещение, абсолютно все условия для осуществления цивилизованной торговли. Мини-базаром можно гордиться. Не везде и далеко не везде есть такое уютное место, где пенсионеры, которые вырастили свои овощи, ягоды, собрали грибы, вырастили цветы, может прийти и в таком самом обзорном месте, на виду во всех, с гордостью предложить свою продукцию. В округе всего пять подобных объектов торговли. Свою продукцию пенсионеры могут реализовать на розничных рынках Кубинки, Голицына и Одинцова. Для того, чтобы реализовывать здесь свою продукцию, нужно обратиться в администрацию Одинцовского рынка, предоставить ряд необходимых документов. Это, соответственно, справка из поселковой администрации о наличии личного пособного хозяйства. Также пенсионное удостоверение, именно что, скажем так, кандидат проживает в Одинцовском городском округе. Галина Сергеевна – жена офицера. Еще в советское время они вместе с мужем получили дачный участок на территории Звенигорода. Много лет приусадебный участок кормил семью, а теперь она готова поделиться овощами и ягодами с жителями Одинцова. Пенсионерка оформила документы и получила свое место на мини-базаре. Мы с такой любовью их выращиваем, мы ничем лишним. Мы у нас свои перепелки, свои корочки, свой навоз. А теплицу мы обрабатывали, большую теплицу огромную купили. На метр по теплице выривали яму, туда заложили куриного навоза, потом земля, потом снова навоз, потом опять. И у нас черноземная земля в теплице. Прекрасный урожай, отличный. Мини-базар – это не только место реализации продукции, это еще и своего рода клуб по интересам. Пенсионеры общаются, делятся советами, помогают друг другу. Атмосфера такая, что это одна, единая семья. И радость, и горе делятся пополам. Но это семья. А семья – это все родное, близкое, взаимопомощь, выручка. Все здесь существует. Программа поддержки пенсионеров, которые выращивают продукцию на своих приусадебных участках, действует на территории всего Подмосковья. Бабушки и дедушки активно включаются в этот проект. Надо отметить, что их товары также проходят обязательный ветеринарный контроль и только после этого попадают на прилавки мини-базаров. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.